Не забудь подписаться, и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день. А сейчас пристегивайся, садись поудобнее, и мы начинаем. Он может ничего не знать об учении Мартина Лютера и о лютеранстве. Но до конца своих дней он будет помнить о чернильнице, которую в пылу спора неистовый монах запустил у дьявола с такой силой, что вместе с растекшимся по стене чернильным пятном исчез в рассветных сумерках и сам служитель преисподней. Как хорошо помнятся жесты. Еще и сегодня вам покажут в Вардборгском замке в одном из залов, почти высветшее пятно на стене. В этом замке лютер пробыл в спасительном для себя заточении полтора года. Возвращаясь в родной Виттенберг из Вормса. Он был вежливо схвачен неизвестными рыцарями и препровожден с почетом в старинный замок в лесу, где жил под именем рыцаря Георга. Спасительным это пленение было потому, что монах и знаменитый университетский преподаватель Лютер, будучи уже отлученным Папой Римским от луно-католической церкви и преданным анафеме. Вормсе на грандиозном судилище перед лицом самого императора Римской империи отказался отречься от своих взглядов и был объявлен вне закона. Возвращался он на верную себе погибель. И слуги саксонского курфюрста Фридриха Мудрого, поклонника и покровителя Лютера, по тайному приказу спрятали правдивейшего, честнейшего, как целомудренная девушка монаха, в замке среду бобых германских лесов. Здесь Лютер, используя внезапно явившееся уединение, занимался беспримерным делом. Переводил на разговорный немецкий язык вначале Новый Завет, а затем и Ветхий. Вся работа растянулась на 10 лет, обложившись книгами, привозимыми для него специально представленными к нему слогами и концами, используя свои незаурядные познания в древнееврейском, древнегреческом и латинском, а также свою уникальную богословскую начитанность. Используя, как сегодня вы сказали, свой перфекционизм, максималистское стремление во всем дойти до сути, как говорил Пастернак, сам страстный переводчик, потерпевший помимо побед немалые поражения на этом поприще. Именно Лютер сравнивал переводчиков с кукушкой, пытающейся воспроизвести пение соловья. И все же в итоге грандиозная удача ждала его перевода священного писания, до сих пор непревзойденной. А переводы псалмов, сделанные Лютером, прекрасно кстати певшим, а также игравшим на лютней эфрейте, еще при его жизни стали любимыми в народе. Отчего перевод Библии так удался Лютеру, была еще причина, помимо его необыкновенной самоотдачи всякому делу, за которое он брался. Лютер переводил Библию в духе. То есть еще до того, как взяться за перевод, он пережил Священное Писание. То есть пережил его своим духом. Из чего следует, что еще много раньше Лютера посетил дух. Именно так. Не надо полагать, что Лютер был неврастейником. Напротив, в нем текла самая наездоровая крестьянская кровь. Именно потому, что он был исключительно здоров, ему и являлся сатана, пытаясь казуистикой своих аргументов, всегда апеллирующих к логике, сбить с пути интуитивного схватывания первичной истины, которую окружающие Лютеры люди по слабости их здоровья не замечали. По слабости крови, по слабости замутненного зрения, видящего лишь грубо внешнее, лишь гротескное. Но еще одно важно. Дьявол не был для Лютера мистической фигурой, приходящей на Землю извне ее. Совсем наоборот. Дьявол весьма уютно и вальяжно расположился на Земле, персонифицированной в великом множестве лица их функций. Огромное количество людей являют собой в своих реальных жизненных проявлениях энергетические лики и мировоззренческие импульсы дьявола, который иначе бы никогда не справился со своей работой. Вот почему так часто и конкретны были полемические стычки Лютера с сатаной, начавшаяся еще пусть его первого четырехмесячного посещения Рима, ужаснувшего августинского монаха цинизмом, прагматизмом, распутством и безверием священнического сословия, особенно высшего. Без глубоко личных впечатлений Лютер никогда бы не исторкай себя этих позднейших скорбногневных инвектив. Прощай Рим, распутный и богохульный. Могут ли люди, не заметившие, как в них вошел сатана, привычно дышащий его эманациями, видеть его лики, ужимки и ухмылки вокруг? Конечно нет. Однако вдруг начавший замечать это блеск Паскаль, замечать эту бездну рядом с собой, уже загораживался стулом с высокой спинкой, ставил его слева, защищая сердце, ставил такой оберег за слон. Исключительно простодушно правдивый и чистый Лютер буквально изнемогал от яростных атак сатанинских сил, после того, как открылось у него зрение, и он узрел это грязное сонмище, раздробленное в частных человеческих рожах. Так видел Гоголь своего Вия, своих коробочек и ноздревых. «Столько раз дьявол нападал на меня и душил почти до смерти», — вспоминал Лютер о первых годах после Рима. «Более ста ночей провел я в бане холодного пота. Муки страха были такие, что, кажется, если бы они еще немного продлились, душа моя бы уничтожилась». Страх и ужас тем более безысходные, что ощущал он себя в безграничном человеческом одиночестве, ибо не могли понять собратья по монастырю, что происходит с братом Августином. Лишь после четырех месяцев, проведенных в Риме и Ватикане, куда он приехал благоговеть и целовать несчетные священные ступени, Лютер потрясенно задумался впервые всерьез о феномене грехопадения, о котором глухо сообщала Библия. Задумался о реальности этого события, о том, что, скорее всего, так оно и есть. Падшесть человеческого естества очевидна. Но очевидно также и другое. Реальный институт католической церкви, призванный помочь слабым людям соприкоснуться со святой личностью Христа, на самом деле денно и ночно потакает человеческой падшести и, более того, сознательно закрывает от людей лик Христов, подменяя его зов и его речь тщеславными комментариями своих служителей. Волей руководит мрак Лютер был одним из тех, кто обнаженно остро постиг, сколь беспомощной и убога сама по себе биологической машиной человека, вне благодати Божьей. Одна только благодать и оживляет вечной влагой душу и тело, нескончаемо разрываемая изнутри конфликтами, разлом андрогина. Задолго до откровений, явившихся Якову Беме, Лютер осознал громаду первородного греха и человеческая самоуверенность, полагающая, что точно известно, за какие добрые дела можно приобрести билет в Царство Вечного Блаженства, несказанно его раздражало. Особенно, когда он увидел эту тенденцию манипулирования Божьей волей в папских отпущениях грехов, в морях индульгенций, покупаемых за деньги, когда по городам Германии изо дня в день разъезжали такие торговцы раем, и когда заранее каждому было известно, сколько стоит отпущение за отца убийства, или за навет, или за богохульство. И все дело проникновение в Царстве Небесное заключается в том, чтобы накопить необходимую сумму денег или злата. Беззастенчивая наглость Ватикана, превратившая этот сознательный обман в бизнес, и подтолкнула Лютера к восстанию, хотя суть его претензий к католичеству была много глубже. Должен ли вообще кто-то стоять, какая-либо организация, в которой уж несомненно проберется князь тьмы, между человеческой душой с одной стороны и Отцом, Сыном и Духом с другой? Нет, отвечает Витер решительно. Есть один посредник, Священное Писание. Церковь, извращающая дух Писания, заставляет слушаться не Писания, не голосов пророков и Христа, а Отцу в Церкви, то есть своих сиюминутных комментариев к Писанию, так или иначе приспособленных к тому, чтобы властвовать над паствой. Римский папа подменил собой Христа. Люди вешают воров и врубят головы разбойников. Почему же оставляют в покое величайшего из всех воров и разбойников, папу? Писал Витер много лет спустя, после своего путешествия, уже не раз сойдясь в полемических поединках с посланниками папы. Но почему же Клиру удается столь легко обманывать толпы и толпы людей? Потому что вследствие своего космического изъяна, первородного греха, человек слаб и немощен духовно. Он живет во мрачении. Первородный грех помусил наш разум и исказил наши чувства. Пусть и грехопадение Адама люди смотрят на мир, как сквозь умные очки. Церковь, стремясь обмануть человека и польстить ему, делая вид, что все в норме, учит, что воля человека свободна, и он сам решает, пойти за добром или злом. Нет, говорит Витер, это прекраснодушный ложь. Человек, неосиненный свыше духом, живущий в низинном мире вниманию и к ценностям, навязываемым ему организациями, в том числе и церковью, всегда избирает зло, чаще всего сам того не замечая. Он выбирает варианты из разнообразия зла, не ведая о добре, не зная даже подступа к нему. В 1516 году монах и университетский Виттенберге проповедник Лютер для диспута одного из своих учеников написал 95 тезисов-парадоксов. В том числе были там и такие бесстрашные и отнюдь не листящие человеку, безжалостно бросаемые ему в лицо истины. После грехопадения человек подобен гнилому дереву. Он ничего не может ни желать ни делать, кроме зла. Утверждение, будто бы воля свободна в выборе добра или зла, есть ложь. Воля раба. Нет ничего в природе человека, кроме похоти и удаления от Бога. Мы не господа наших дел, но их рабы, от начала до конца. Делая то, что ему свойственно, человек всегда смертно грешит. В праведности человеческой лишь гордость или уныние, то есть грехи. Грешный человек не может, естественно, желать, чтобы Бог был Богом, но может только часто желать, чтобы Бога не было и чтобы он человек сам был Богом. Что лютеры видел в институте павства и вообще в чванстве священников, узурпировавших полномочия, им не принадлежащие? Но откуда же является в немногих избранниках, ведь и у Иисуса было совсем мало учеников, просветляющее начало, живое донавение целомудрия, веяние потустороннего света? Именно что с той стороны. Когда готов ученик, тогда готов и учитель. Говорили и говорят на древнем древнем востоке дзенцы. Но учитель сам чувствует эту готовность и сам принимает решения. Ему не нужны мирские советчики и подсказчики. К Богу любовь в человеке неестественна и может быть только следствием непрестанной благодати, то есть выражаясь современным языком харизмы. Вне энергии харизмы, вне вслушивания в эти энергии, человек всего лишь мешок с травяными опилками. Благодати в человеке ничего не пришествует, только не расположение к ней, или вернее возмущение ей. Все дела человеческие, какими бы они казались добрыми, лишь смертные грехи. Все дела Божьи, какими бы они казались, святы. Без харизмы, без божественной благодати, без шепота с той стороны, звучащего внутри нас. Человек творит лишь тлен. Но что есть помощник и катализатор вслушивания в священный напев мир? Священное писание. Но для большинства людей эта книга закрыта, ибо прочесть ее внутренние смыслы можно, лишь будучи в духе, лишь находясь в состоянии бытийствования, о необладании, цеплянии за то и сё. «Если ты говоришь о внутренней ясности Писания», отмечал Лютер в полемическом дарактате «О рабстве воли» в ответ на сочинение Эразма Роттердамского «О свободе воли», то ни один человек не видит в Писании ни единой йоты, если нет в нем Духа Божьего. У всех людей сердце слепо. Так что даже если они и выучат, и будут знать наизусть все Писание, все равно они ничего в нем не поймут и не уразумеют. Они не верят в существование Бога и в то, что они создание Божьи, как об этом сказано в Псалме 13. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Чтобы уразуметь в Писании целиком и каждое его место в отдельности, необходим Дух. Итак, главное – это стяжание Духа Святого. Чтобы повторить значительно более позже, православный старец Серафим Саровский. Именно это и считал он, как мы помним, наиважнейшим делом каждого, кто хочет быть христианином. Понятно, что Лютер знал оба эти состояния – безблагодатной омраченности меланхолического пофигизма и благодатной просветленности. Притом и то и другое переживалось им с необычайной интенсивностью. Ибо едва ли не главной особенностью этого чистейшего сердцем человека, выходца из беднейших крестьянских слоев, была способность потрясаться, переживать все с чистой доски, с наивной свежестью ребенка. Потрясаться тем, что все вокруг воспринимают вяло и безакцентно. Потрясаться всем своим существом. Если принято считать, что философствование некогда началось с эмоций удивления, то можно сказать, что восстание Лютера против католической рутины выросло из его способности быть потрясенным. Без этого качества он бы, кстати, вообще не оказался на монашеской стезе и бы делал весьма успешно карьеру ученого-философа, а по настоянию отца еще и юриста. Но вот однажды, собираясь отправиться с другом на время летних каникул в свой родной Мансфельд к родителям, Лютер стучится поутру в его комнату, не слышит ответа, входит и обнаруживает друга в луже крови, убитого и ограбленного. Лютер потрясен. Несколько дней он выглядит со стороны помешанным. Двойная бездна обнажила перед ним свой безблагодатный мрак. Бездна тупой человеческой низости, скотства и бездна небытия, стерегущая нас каждое мгновение. Спустя два года в разгар лета он возвращался, как всегда, пешком из Мансфельда в Эрфорд и возле деревеньки Сутергейм его застегла гроза, вошедшая в его плоть и душу на всю жизнь. До деревни оставалось только пустынное поле, и Лютер кинулся бежать. Как вдруг мощнейший разряд остановил его посреди пшеничной равнины, и молния развязла землю у самых его ног, а гром оглушил. А едва он продвинулся на пару шагов, как новая молния встала над ним с такой ощутимой субъектной направленностью мощи, столь явно она грозилась его уничтожить, что Лютер возопел из глубин своего голоса, которого сам не узнал. «Святая Анна, я подстригусь». Так он дал обет монашества, получи поставленному края бездны. Кто, кроме Лютера, мог бы столь внимательно следить за знаками судьбы. Событие грозы случилось 2 июля. А 16 июля 22-летний Лютер, числившийся к тому времени в университете уже магистром и уже познакомившийся со своей невестой, выбранной ему отцом, устраивает прощальную для друзей вечеринку, и на следующий день, взяв с собой из светских книг «Лишь Вергилий и Плафта», поселяется в Варфордской обители братства отшельников святого Августина. Горе старого Ганса Лютера было непередаваемо. Как позднее признавался сын, тот чуть не сошел с ума, написал мне письмо, в котором снова обращался ко мне на «ты». С тех пор, как я стал магистром, он писал мне «вы». И навсегда отрекался от меня. Он простит его спустя два года после преждевременной смерти двух других своих сыновей. С необычайной страстью человек, ведущего прямиком к сути, отдался Лютер в монастырской аскезе. «Вся моя жизнь была обдением, постом и молитвой. Я соблюдал монашеский устав так строго, что если бы этим можно было спастись, я бы спасся». Однако напряжение вопросов лишь возрастало, особенно после путешествия в Рим. Спустя семь лет Лютеры переводят в Августиновский монастырь в Виттенберге, младшим настоятелем. И вот здесь религиозное напряжение разрешается двумя последовательными вспышками просветления. Однажды, молясь в храме, он вдруг почувствовал крест как молния, как Тун готова его испепелить саттергеймскую молнию. Так он простоял на коленях полчаса перед смертельными разрядами креста, чувствуя, что не осталось в нем ни единого места, не пронзенного этими всполохами. Однажды он не выходил из своей кельи в Черной башне много дней подряд, погруженный в медитацию по поводу всего двух слов «Праведность Божия». Что она есть? Пока не пронзил его свет. Я вдруг почувствовал, что воскрес и увидел, что дверь рая передо мной широко открылись. Дух вошел в него. Чтобы понять, каким образом Лютер достигал своих прорывов, надо привести какой-нибудь обыденный пример. Однажды, когда он жил уже вне монастыря и был не только успешным, но именитым преподавателем Виттенбергского университета, он увлекся толкованием псалмов Давида. Чтобы не отвлекаться, он взял с собой в кабинет хлеба и воды и, не предупредив никого, заперся и работал, не вставая из-за стола, как в сказке «Три дня и три ночи». Домашние студенты и друзья всюду его напрасно искали. Наконец взломали дверь кабинета, так как на стуке никто не отвечал. И лишь когда дверь с грохотом рухнула, Лютер повернул голову в сторону шума и лишь тогда вспомнил, где он находится. С каким пронзительным максимализмом постекал он реальность любого духовного действия, видно по такому, например, суждению, сделанному незадолго до смерти. Никто не может понять Вергилия в Буколиках, если он не был пять лет пастухом. Никто не может понять Вергилия в Георгиках, если он не был пять лет землепашцем. Я полагаю, никто не может понять Цицерона в его письмах, если не был двадцать лет государственным деятелем в какой-нибудь замечательной стране. Пусть знает, что никто не может разобраться в Священном Писании, если он не направлял Церковь вместе с пророками или Елисеем, Иоанном Крестителем с Христом и Апостолами. Что это? Предупреждение о редкости событий читательского сотворчества, равного творчеству писавшего. Предупреждение о том, сколь уникальна всякая подлинность переживания. Или это сообщение о том, что сам Лютер, пытавшийся поправить Церковь, чувствовал себя состранником или Елисея, Иоанна Крестителя и Апостолов. Вероятно, и то, и то. Без обнажения в себе сакрального канала связи, без очищения его невозможно восприятие сакрального измерения ни в каком тексте, будь то книга, пейзаж или живой человек. Трагедия Лютера В канун Дня Всех Святых 31 октября 1517 года, ясным днем, на глазах у прохожих и зевак, Лютер привил к воротам городского Виттенбергского собора большой пергаментный лист, где в два столбца были написаны сочиненные им 95 тезисов против отпущения грехов индульгенций. Это был прямой вызов папе римскому. Утверждать, что крест с павским гербом равен кресту Господню, значит богохульствовать. Тезис 77. Вечному осуждению подвергаются те, кто учат и те, кто верят, будто бы отпущением грехов люди спасаются. Тезис 32. Лютер неистово возмущен тем, что таким сатанинским предметом, как деньги, пытаются подвинить живой акт человеческих мок совести, раскаяния и покаяния. Пытаются вытравить из людей их человеческую сердцевину, персональную вечную ответственность за свершенный грех. Истина в грехе кающийся хочет пострадать за грех и любить страдания, между тем, как отпущение освобождает от страдания и внушает ненависть к нему. Тезис 20. Как обычно, Лютер поступил совершенно спонтанно, по зову сердца, ничего не рассчитывая и не пытаясь заглянуть в будущее. Он не задумывался о возможном действии, о возможных средствиях всей затеваемой им войны с Римом. Результат был ошеломительный. Через месяц не только Германия, но и вся Европа гудела, как вчериной улей. У всех на устах были крамольные тезисы неизвестного монаха. Римские посланники пытаются вступать в открытую с Лютером дискуссию, но он, будучи блестящим собеседником и оратором, каждый раз разбивает их в пух и прах при одобрительном гуле аудитории. Разъяренный Ватикан требует суда насошедшим с ума еретиком и вызывает его к себе. С трепетом и ужасом смотрел я, бедный монах, на это тело мое. Я кинулся в него, чертя голову и не рассчитав впоследствии. Я неосторожно восстал на папу, которого до тех пор чтил Благоговейн. Но так он говорил много-много позже, увидев в конечной итоге своей революционной работы. А пока что видя, как закипают по всей Германии страсти, он пишет одну за другой книги, в которых с разных сторон развивается крушительную критику католицизма. Книги эти немедленно печатаются его сторонниками, все возрастающими в числе, и почти молниеносно раскупаются. Слово Лютера становится грозной силой, создавшей головной боли нескольким поколениям пап. Но что реально произошло? Чему учил и чему научил Лютер народ? С присущим ему отважным максимализмом, Лютер, проецируя свой лично-религиозный опыт и путь на всех, поставил каждого отдельного человека один на один с Богом. И он заявил этому отдельному, одинокому на земле человеку, «Посмотри правде в глаза. Ты родился в омраченном сознании. Нет в тебе ведения, что есть грех, что святость. Самоволя твоя изначально греховна. Не будучи просветлена, она выбирает всегда лишь что-то или иное из многочисленных вариантов греха. Потому-то формальное исследование закону, предписанием Моисеева диколога или юридическим законоположением страны еще ничуть не приближает человека к Богу, ибо сердце его при этом мертво. Закон могут переменить в точности наоборот, и человек послушно будет его исполнять, не чуя своей греховности. Даже так называемые добрые дела ничуть не приближают человека к небу, не преображают его грешную сущность. Так что весь институт церкви, говорящий человеку «служи мне, слушайся меня и будешь спасен», лжет, так как объявляет о полномочиях, которых не получал. Спасает единственно Бог, и притом по своей личной воле, законы, которые нам неведомы и не могут быть ведомы. Так что мы можем лишь глубоким трагическим чувством понимать весь катастрофизм человеческой ситуации и верить в искупление греха Христом. Исследуя путем Христа, истинно веруя, мы можем надеяться на Божью благодать, трепетно надеяться, а вовсе не рассчитывать самодовольно, что какая-то человеческая инстанция или наши добрые дела проведут нас после смерти тела на небо. В споре с Иразмом Роттердамским Лютер берет себе в союзники апостола Павла, обильно его цитируя. «Павел отделяет праведность Божию от праведности закона, потому что праведность веры приходит по благодати без закона». Разумеется, Лютер не учил, что не надо делать добрые дела или не повиноваться законам общества. Однако в его учении была тонкая провокация к революционной гордыне каждой отдельной личности на свой страх и риск, на свой лад решать все вопросы морали. Сатана в человеке легко мог уцепиться за горделивые мысли, самостейно отдаться исключительно вере, пренебрегая законами морали, раз к спасению они все равно не ведут. Что и случилось в реальности. Тысячи и десятки тысяч людей начали сметать со своего пути этику, полагая, что заключают индивидуальный союз с Богом. Реально Лютер вверг великое множество слабых и глупых людей в соблазн. Хотя в работе о свободе христианина Лютер вполне внятно объяснил, что истинный христианин не может не делать добрых дел и не повиноваться законам, однако он отнюдь не рассчитывает благодаря этому стать ближе и милее Богу. В целом следует признать, что столь тонкая диалектика, принятельная для тонких умов и чистых душ, отнюдь нецелительна для широкой массы, а тем более для людей, в чьих душах, грех бродит в поисках слабых мест, дабы завоевать всю душу. Кроме того, массы простого населения Германии, освобождаемые проповедями Лютера от эко-священников и получив в руки Новый Завет, переведенный для них на немецкий язык и ставший, наконец, общедоступным, вычитали там вещь, которая привела их в восторг. Собственность – зло, все должно быть общим. Так в Германии разразилась неслыханная война против владеющих, грабь награбленная. Крестьянские восстания, вспыхнувшие в 1524 году и полыхавшие много лет, привели к чудовищному нравственному обнищанию страны. Расчет на духовное обновление провалился полностью. К началу 1525 года вся Германия пылала залитой кровью. Только в одной швабе армия бунтовщиков составила 300 тысяч человек. Творилось нечто вроде Пугачевского бунта, но с гораздо большим размахом. Всех дворян, богачей, священников, монахов и монахинь, встречавшихся на пути ортореформистов, либо казнили, либо замучивали в пытках. В одной только Франконии было разрушено и разграблено 295 замков и монастырей. «Лютер погрузил Германию в такое безумие, что надежда не быть убитым кажется нам уже спокойствием и безопасностью», – писал в 1525 году дворянин Ульрих Засиус. Когда одного из главарей бунтовщиков Томаса Мюнцера допрашивали перед казнью, он объяснял, «Я хотел установить равенство всех христианских народов. Нашим главным исповеданием было «все будет общим». Все та же трансформация христианской религиозности в религиозность коммунистическую. Мгновенный скачок. Подавляли одно восстание, как вспыхивало следующее. Так длилось не одно десятилетие. Хрупкая пленочка нравственности и уважения к закону, однажды порванная, никак не могла восстановиться. Из ничего рождались ереси, возглавляемые самыми причудливыми, экзотическими, новоявленными пророками. Особенно популярными были анабаптисты, учившие второму крещению. Шабаш причудливейших сил попер из людей, чему можно только изумляться, содрогаясь. Как же комментировал всю эту чудовищную, ни год, ни два, ни три, ни пять лет длившуюся свистопляску лютер? Не очевидно лишь, что дьявол здесь воцарился, или вернее целые кучи дьяволов, слившихся, как жабы в гнезде. Но признаем в этом и великую милость Божию. После того, как Германия столькими кощунствами и кровью стольких невинных заслужила тяжкого бича Божия, Отец всякого милосердия все еще не позволяет дьяволу ударить по ней как следует, но остерегает ее отечески этой грубой сатанинской икрой. Через четыреста лет нечто похожее произойдет в России. Был ли немецкий народ в начале шестнадцатого века набожным? В обыденном смысле безусловно. Бесовские энергии размножились и распоясались от маленькой искры бунтарского слова. То же самое и с русским, несомненно, религиозным народом. Правый Бемовилютер. Омраченность природы человека, случившаяся некогда в космосе, велика есть и подчас не видна невооруженному глазу. Множеством строп удерживаем грешный человек в благообразном состоянии и законом, и добрыми делами, и верой. Ослабивши одну составляющую, уже начинает корежить человека изнутри. Русский человек, точнее часть этого человека, после 1917 года не отбросил проще религию, но моментально трансформировал православную свою религиозность в коммунистическую. В тот красноязычный, мифологизированный, причудливый бред, что так рельефно изображен Андреем Платоновым. Он поверил в корявую басню, приспособив ее к рациональной призме веры. Разумеется, я говорю лишь о той сволочи, что искренне пошла за большевиками, а не о тех миллионах умных и внутренне чистых русских людей, что были насильственно загнаны за колючую проволоку разных уровней. Отчаяние Лютера, видевшего, в какой кошмар выразилась его реформа, описать невозможно. Он все яснее понимает, сколь идеалистически он смотрел на бытовую реальность человеческой природы. Его поправки к собственным реформистским взглядам все более клонят его к уступкам католической методики управления слабым человеком, который как дитя нуждается в адаптированном знании. Я до ныне, до крестьянского восстания, думал, что можно управлять людьми по Евангелию. Но теперь, после восстания, я понял, что люди презирают Евангелие. Чтобы ими управлять, нужен государственный закон меч и насилия. Большинство государей – величайшие безумцы или злейшие негодяи в мире. Но все-таки их надо слушаться, потому что они – палачи и тюремщики на службе у Бога. Бог установил две власти. Одну духовную, действующую на христиан духом и святым. Другую светскую, для нечестивых. Лютер доживет до 1546 года, но так и не увидит нравственного оздоровления Германии. Мир, как пьяный мужик на лошади. Сколько ни подсаживая его с одного бока в седло, все валится над рукой Бог. Миру помочь нельзя ничем. Он хочет принадлежать дьяволу. Надо ли говорить, сколь ценен был для человечества опыт Лютера? Люди с тонкой внутренней организацией, люди близких к просветленности, нашли и находят в его трудах и личности большие внутренние стимулы к новым пониманиям и чувствованиям. Одновременно все увидели воочию, сколь опасно в любой форме заигрывать с массой, с первородной человеческой греховностью. Возвращение в миф сон это маленькая открытая дверь в самые сокровенные и самые загадочные тайники души. Она ведет в ту космическую ночь, где душа пребывала задолго до появления какого бы то ни было эго-сознания. В снах мы восстанавливаем образ того глубинного, универсального, подданного и вечного человека, заброшенного во тьму предвечной ночи. Карл Густав Юнг Нет ничего страшнее, чем пройти мимо мифа о собственной жизни. Лишун один реален. Все остальное – рационально постигаемая пыль, забивающая поры жизни. Что однажды внезапно с необычайной ясностью ощутил Карл Густав Юнг, правая рука знаменитейшего на тот момент Зигмунда Фрейда. Ощутил и разорвал цепи психоанализа своего учителя, сводившего всю глубину человека и рода капризом либидо. Миф не просто сказка, не просто туман туманностей, недомолвок и загадок, из которых мы состоим. Не просто цепочка песен, пропетых моим дедом, моему отцу, а моим отцом мне. Миф поет песни и не от мира сего. Будучи на восемьдесят четвертом году жизни, Юнг как-то сказал, «Сущности лишь те события моей жизни заслуживают рассказа о себе, в которых неприходящий мир врывается в приходящий». Неприходящим миром, иной реальностью, было для психоаналитика, семьянина и приватного мыслителя Юнга не странствие в экстазах молитвенной веры и не что-нибудь из внешних поисков, подобных потусторонним странствиям Сведенбурга. А то бессознательное, то свое личное сверхсознательное, в которое он однажды ринулся, как ринулся однажды в свое странствии Колумб. Своё таинственное бытие в двух мирах сразу, в мире внешне-социальном, вполне рациональном, и мире внутреннем, разуму неподсудном, где живет твой двойник, Юнг чувствовал, начиная с детства. И это оставалось очень долгое, его непроговариваемой тайны. Бытие личности номер один и личности номер два. Так он это называл, уже стал взрослым. Знания о жизни личности номер два давали главным образом сны. Первый из запомнившихся сновидений Юнга, мальчик ушел четвертый год, очень бы понравилось доктору Фрейду. Сон таков. Мальчик оказывается на просторном лугу, неподалеку от родительского дома. Внезапно я заметил темную, прямоугольную, выложенную изнутри камнями, яму. Я никогда прежде не видел ничего подобного. Я побежал и с любопытством заглянул вниз. Я увидел каменные ступени. В страхе и неуверенности я спустился. В самом низу, за зеленым занавесом, был вход с круглой аркой. Занавес был большой и тяжелый, ручной работы. Похож был на парчевой и выглядел очень роскошно. Любопытство мое требовало узнать, что за ним. Я отстранил его и увидел перед собой в тусклом свете прямоугольную палату, метров в десять длиною, с каменным сводчатым потолком. Пол тоже был выложен каменными плитами, а в центре его лежал красный ковер. Там на возвышении стоял золотой трон, удивительно богато украшенный. Я не уверен, но возможно, что на сидении лежала красная подушка. Это был величественный трон, в самом деле сказочный королевский трон. Что-то стояло на нем. Сначала я подумал, что это ствол дерева, что-то около четырех-пяти метров высотой и полметра в толщину. Это была огромная масса, доходящая почти до потолка, и сделана она была из странного сплава, кожи и голого мяса. На вершине находилось нечто вроде круглой головы, без зайца и волос. На самой макушке был один глаз, устремленный неподвижно вверх. В комнате было довольно светло, хотя не было ни окон, ни какого-нибудь другого видимого источника света. От головы, однако, полукругом исходило яркое свечение. То, что стояло на троне, не двигалось, и все же у меня было чувство, что оно может в любой момент сползти с трона и как червяк поползти ко мне. Я был парализован ужасом. В этот момент я услышал снаружи, сверху, голос моей матери. Она воскликнула. «Ты только посмотри на него, это же людоед!» Это лишь увеличило мой ужас, и я проснулся в испарине, напуганной до смерти. Много ночи после этого я боялся засыпать, потому что я боялся увидеть еще один такой же сон. Это сновидение преследовало меня много дней. Гораздо позже я понял, что это был образ фалоса, и прошли еще десятилетия, прежде чем я узнал, что этот фалос ритуальный. Казалось бы, это сон о страшной силе сексуальности, поедающей человека, а либидо, как в верховном божестве. Однако удивительно, как разворачивает Юнг постепенно постижение этого сна, который связывался у него с реальными впечатлениями от Иисуса, который забирает людей к себе, так говорили взрослые ребенку, когда покойников в черных грабах бросали в черную яму в земле. В любом случае, образ из сна, казалось бы, полезным Богом, имя которого упоминать не следует. И таким оставался в течение моей молодости, вновь появляясь, когда кто-нибудь эмфатично говорил о Господе. Господь Иисус так никогда и не стал для меня вполне реальным, никогда вполне приемлемым, никогда любимым, потому что снова и снова я думал о его подземных свойствах, пугающие открытия которых было дано мне, хоть я и не искал его. Переодетый Иезуит отбрасывал тень на христианскую доктрину, которой меня учили. Часто она казалась мне торжественным шествием масок, своего рода похоронами, на которых люди в траурных одеждах придают своим лицам серьезные или печальные выражения. Но в следующий момент тайком посмеиваются и вовсе не чувствуют себя расстроенными. Бог Иисус казался мне в каком-то смысле Богом смерти. Полезным, правда, тем, что отгонял страхи ночи. Но вместе с тем это было жутковатый, распятый на кресте кровавый труп. Любовь и доброта Его, о которых так часто говорили, казались мне сомнительными. Главным образом потому, что люди, чаще всего говорившие о возлюбленном Господе нашему Иисусе, носили черную одежду и блестящие черные ботинки, напоминавшие о похоронах. Все они, как мой отец, как восемь моих дядей, все они были священниками. Многие годы они вызывали у меня страх, не говоря уже о появлявшихся иногда католических священниках. Похожих на ужасного иезуита, так встревожившего однажды моего отца. Вплоть до конфирмации я прилагал все усилия, чтобы заставить себя относиться к Христу, как положено. Но мне так и не удалось преодолеть свое тайное недоверие. Иисус упорно ассоциировался с людоедством, тем более, что на таинстве Евхаристии причастия люди, в свою очередь, ели тело и пили кровь Христа. Во сне я спустился под землю и увидел нечто совершенно необычное, нечто похожее на человека и принадлежащее подземному миру. Оно неподвижно сидело на золотом троне, смотрело вверх и кормилось человеческим мясом. Пятьдесят лет спустя я наткнулся на отрывок из работы о религиозных ритуалах. Он касался идей каннибализма, лежащей в основе Евхаристии. Только тогда мне стало ясно, какой далеко не детской, какой осложненной была мысль, начавшая прорываться в сознании в тех двух случаях. Кто говорил во мне? Чьи умы запрел это? Какого рода высший мозг работал тогда? Я знаю, что всякий инстинктивно уходящий от правды в таких вопросах будет болтать о черном человеке, людоеде, случайности и ретроспективной интерпретации для того, чтобы закрыть нечто неприятно беспокоящее, нечто, что может нарушить привычную картину детского неведения. Да, эти добродушные, деловые, здравомыслящие люди всегда напоминают мне тех оптимистичных головастиков, которые в солнечный день плещутся в луже на самом мелком месте, собравшись вместе и дружелюбно помахивая своими хвостиками, совершенно не сознавая, что на следующее утро лужа высохнет и все для них кончится. Кто говорил со мной тогда? Кто посвящал меня в проблемы, далеко выходящие за рамки моих знаний? Кто соединил высокое и низкое и положил основание всему, что так заполнило страстями вторую половину моей жизни? Кто же еще, кроме далекого гостя, явившегося оттуда, из области соединения высокого и низкого? Благодаря этому сну я был посвящен в тайной земле. То, что случилось тогда, было своего рода захоронением землю, и прошли многие годы, прежде чем я снова вышел наружу. Сегодня я знаю, что это случилось за тем, чтобы вынести как можно больше света в окружающую меня темноту. Был и другой бог, не подземный, но бог света и солнца. И его поиском жил тайно-двойник Юнга, его номер второй. Жил интуитивно неосознанно, покуда в 1913 году, уже в возрасте 38 лет, Юнг не начал сознательно штурмовать эту крепость. Вместе с тем существовал и другой мир, и он был как храм, в котором каждый приходящий преображался. Потрясенный созерцанием целостной картины мира и забывая о самом себе, он мог лишь удивляться и восхищаться. Здесь жил мой другой, который знал Бога как таинственное, персонифицированное и одновременно сверхличное существо. Здесь ничто не отделяло человека от Бога. Было такое впечатление, как вот человеческий дух и Бог вместе смотрели на мироздание. Порвав с атеистической системой Зигмунда Фрейда, рассматривавшего человека как рациональное животное, терзаемое сексуальными неврозами, Юнг решил оставить все свои многочисленные должности и обязанности и попытаться войти душой и сознанием в особую вневременность своего двойника, живущего в таинственном Боге, своего второго номера. На языке психологии это означало осознать бессознательное, понять его языко структуру, объяснить себе мифологию своих снов, своих подлинных, а не измышленных социумом и воспитанием потребностей. Следовало слить свое первое я со вторым и тем самым обрести индивидуацию, аутентичность. Одновременно это была попытка пробиться к той истинной религии, в которой жил его таинственный двойник, отделенный от эмпирического бытового Юнга незримой стеной. Это тем более было насущно, что христианскую прививку европейцам Юнг считал акцией ошибочной, ибо она пресекла ход и ток энергии реальной сакральности в человеке, уничтожила подлинную и вполне конкретную изумительно многообъемную мистериальной жизнь, отголоски чего нам ведомы по древним мифам и культам, по элифсинским, дионисийским, метроическим и другим мистериям. Ведь еще в детстве шарик христианства для взора Карла Густава сдулся. Постепенно посещение церкви становилось для меня мукой, потому что там громко, мне почти хочется сказать, бесстыдно произносились проповеди о Боге, о том, что Он делает и намеревается сделать. Людей убеждали иметь те чувства, верить в ту тайну, о которой я знал, что это самая задушевная, самая интимная, невыразимая словами реальность. Из этого я мог сделать вывод, что, видимо, никто не знает этой тайны, даже священник, иначе разве посмели бы они публично выдавать божественную тайну и профанировать невыразимые чувства с помощью безвкусных сентиментальностей. Как это не покажется странным, для Юнга и выход из христианства, если он когда-либо в него входил, и разрыв с Фрейдом в 1913 году, были бегством из безрелигиозного измерения в религиозное. Однажды Юнг отчетливо осознал, что имеет свой собственный, глубоколичный и непосредственный религиозный опыт, постичь который он должен во что бы то ни стало. Христианская культура оказалась пустой в ужасающей степени. Она представляет собой внешнюю оболочку. Внутренний человек, однако, остался незатронутым и потому неизменным. В изличном споре является ли Бог чем-то или кем-то бесконечно удаленным от человека, бесконечно непознаваемо сложным, большим другим, как модно сегодня говорить, или же он присутствует тайно в каждой первоклетке человека, Юнг выбирал второй вариант. Он полагал, что невозможно всерьез говорить о душе, не примышляя органические присущую связь с Богом. Обращаясь к Карлу Барту, он писал, «С точки зрения психологии, абсолютно немыслимо, чтобы Бог был совершенно другой, так как совершенно другое никогда не может быть внутренне близким душе, чем Бог на самом деле является. Психологически верными являются лишь парадоксальные или противоречивые высказывания об образе Божьем». Так что задачей для него был не поиск Бога, который на самом деле был сущностью его второго номера, и он это всегда чувствовал, а постижение этого таинственного целого, скрытого в символах, ассоциациях, образах и криптограммах бессознательного, его собственного личного психического архива. Постижение, то есть перевод с рационального языка на язык сознания. Близко знавший позднего юнга швейцарский ученый О'Бюллер говорил, «Он рассматривал свою жизнь как миссию, как служение задачей сделать Бога сознательным. Ему надлежало помочь Богу сделать себя сознательным, причем не для нашего блага, а для блага самого Бога. Осознать, то есть расширить диапазон и само воздействие тайны». Разрыв с Фрейдом и его учением на этом пути, разрыв, в результате которого Юнг потерял большую часть своих друзей, был абсолютно неизбежен, поскольку всякий символ, образ и миф имел в системе Фрейда лишь конкретно медицинский и конкретно частный смысл. Юнгу же надо было раскрыть их универсальную, почти космическую значимость, постичь духовное измерение, реально стоящее за каждым земным явлением, как о том сказано еще в финале столь любимого Юнгом Гёдерского Фауста. «Все здесь мелькнувшее есть есть лишь сравнение» или как о том говорил Среденборг или несколько позднее Навалис. Подчеркивая эту принципиальную нестыковку, Юнг привел как-то пример с образами инцеста к рассмесительной эротической связи. Для меня инцест лишь в самых редких случаях означает личное затруднение. В большинстве случаев он заключает в себе высокорелигиозное содержание, из-за чего он играет решающую роль почти во всех космогонических многочисленных мифах. Но Фрейд цеплялся за дословное понимание и не мог понять духовного значения инцеста как символ. И в самом деле о какой ситуации личного случайного затруднения можно говорить применительно скажем к супружеству древнеегипетских божеств Исиды и Азириса бывших сестрой и братом. Разумеется за этим скрыты особые религиозные смыслы. Человек подлинно жив лишь если присутствует в актуальном для себя мифе. Какой миф питает лично тебя? Вспоминая 1912 год, Юнг говорил «Я объяснил происхождение архаической мифологии, я написал книгу о героях, о тех мифах, в которых обретал себя человек. Но каковы мифы современного человека? Я мог бы ответить, что это христианский миф. А переживаешь ли ты сам этот миф? спросил я себя. Если честно, то нет, это не мой миф. Тогда значит у нас нет больше мифов. Очевидно нет. Но каков же твой миф, миф, в котором ты живешь? Здесь мне пришлось прервать этот диалог самим собой. Я зашел в тупик. Так началась осада и штурм крепости бессознательного. Глубина, настроенная на это, и уже несколько расшатав точку сборки своего энергетического тела многолетними занятиями психоаналитическим аспиритизмом, Йонг начал видеть интенсивнейшие, полные таинственные символики сны, временами переходящие в дневные видения, не поддающиеся рассудочному объяснению. Дверь ко второму номеру, нехотя, скрипя, скрижеща, начала приоткрываться. В одном из магических снов Йонг видел себя сидящим на золотом стуле эпохи Ренессанса, на какой-то прекрасной итальянской виле перед столом из прекрасного изумруда. За этим же столом его дети. На стол вдруг опускается белая красивая птица, внезапно превращающаяся в светленькую девочку лет восьми, убегающую играть с его детьми. Затем девочка возвращается, превращается в птицу и говорит человеческим голосом, «Только в первые часы ночи, когда мой муж занят с двенадцатью мертвецами, я могу обрести человеческое обличье». Снились ему и трупы в печах крематория, оказывавшиеся на поверку живыми людьми. Но особенно настойчиво повторяющимся был сон про старинный некрополь Блиссарля во Франции, где когда-то Йонг бывал. Необычным было то, что мертвецы лежали сверху на каменных могильных плитах, в своих погребальных одеждах, с руками сложенными на груди. Йонг двигался по кладбищенской аллее, останавливаясь и рассматривая мертвецов. И каждый раз мертвец под его взглядом оживал и разнимал свои руки. Йонг торопился уйти дальше, и каждый новый мертвец оказывался из более древней эпохи. Сны, приходя с большой интенсивностью и яркостью, лишь задавали загадки, разгадок которым Йонг не находил. В нем накапливался хаос, сны перехлестывали дневные впечатления, и страннику в бессознательном временами казалось, что он сходит с ума. Не зная как справиться с этим колоссальным давлением все пребывающих образов и символов, Йонг внезапно вспомнил, как спасался от хаоса внешнего мира в своем детстве, играл в строительство домиков, замков, крепостей. И вот он поступает так же. Все свободное от работы время заполняет вознёй на берегу озера, благо, что близко живет. Постепенно он выстроил целую игрушечную деревню из песка и камней. Тем самым он сокращал расстояние между собой взрослым и собой ребенком. И естественно я размышлял о смысле того, что делал и задавал себе вопрос «Что же ты собственно делаешь? Ты строишь маленький поселок так, будто исполняешь некий ритуал?» Я не знал ответа на этот вопрос, но почему-то был уверен в том, что нахожусь на пути к своему мифу. Это мое строительство было лишь началом. Затем возник целый поток фантазий, которые я старательно записывал. он завел тетрадь, в которую рисовал являвшиеся ему образы, а когда становилось совсем не в моготу, принимался за строительные игры, во время которых странным образом в голове прояснялось. однако 1913 год и первая половина 1914 года принесли сверх того целый поток угрожающих снов и видений наяву с кровью и ледяным холодом. Однажды в течение целого часа, будучи на прогулке, он видел гигантский водяной поток, идущий с севера, шириной от Англии до России, несущий мусор и трупы. Затем этот поток оказался морем крой. В снах монотонно повторяющихся он видел сцены арктического холода, внезапно сковывавшего цветущее лето. Он еще не знал, что это предвестие мировой войны, и потому сумрачная образность подкорки превосходила возможности интерпретации этих видений. Порой ему казалось, что на него падают сверху тяжелые строительные конструкции. Одна буря следовала за другой. Смогу ли я чисто физически вынести то, что разрушило других, что надорвало Ницше, а в свое время и Гюльдерлина? Но во мне сидел некий демон, с самого начала внушавший, что я должен добраться до смысла своих фантазий. У меня возникло ощущение, что некая высшая воля направляла меня в этом разрушительном потоке бессознательного, что она меня поддерживала и в конечном счете дает и даст мне силы справиться. Сколь сильно было это поистине харизматическое давление изнутри его глубин, изнутри его языческие солярного мифа, давление, рассчитывавшее на его мужество и бесстрашие, видно по одному случаю. В декабре 1913 года ему приснилось, что он странствует в горах с незнакомым темнокожим юношей дикарем. Вдруг они услышали звук рога Зигфрида, герой германского эпоса, и тотчас юнг понял, что они с дикарем лежат в засаде, чтобы дождаться Зигфрида и убить. Наконец он увидел мчащегося на колеснице, сделанное из костей мертвецов прекрасного героя, выстрелил вместе с дикарем, и Зигфрид упал мертвым. Проснулся юнг с чувством глубокой вины и раскаяния, шедшими из последних мгновений сна. Все попытки понять смысл сна ни к чему не привели, и он решил заснуть и спать дальше, как некий голос сказал ему, ты должен немедленно понять смысл сна, если ты этого не сделаешь, тебе придется застрелиться. Все это было столь непреклонно реально, что юнг вспомнил о заряженном пистолете в ящике ночного столика. И в этот чрезвычайный момент он все понял. Зигфрид воплощал идею, в которой до сих пор жил юнг. Германия должна навязать миру идеал героической воли. Сон требовал от юнга покончить с этим. Однако творческие решающие фазы наступила в 1915-16 годах и воплотилась она в двух главных образах, вновь и вновь повторявшихся. Один из мотивов снов, которые были для юнга трансформационными, один из мотивов, начавшихся еще в конце 1913-го года, был мотив спуска в подземный мир, оказывавшийся на самом деле миром прошлого, но не безличного исторического прошлого, пребывающего в интеллектуальной памяти человека, а того прошлого, который реально живет во втором номере конкретного человека юнга. Но еще и прорваться к этим спускам было непросто. Требовалось снять серию внутренних конфликтов. Однако однажды этот спуск в один из миров номера второго состоялся. На огромной, почти космической глубине ощутив себя, юнг понял, что находится в стране мертвых и одновременно увидел седовородого старца, который назвал себя Ильей пророком. Старец забрался на друистский алтарь. Рядом со старцем была прекрасная юная девушка, называвшаяся Соломей. Она была слепа. Речи старца волновали юнга, хотя и были таинственны. Соломей его чем-то отталкивала. Может быть, тем, что вдруг она стала молиться на юнга. На вопрос, почему она это делает, она ответила, что он Христос и должен освободить ее от слепоты. юнга отрицал, говорил, что она заблуждается. Девушка настаивала. Юнг сказал ей, что молиться и мой ждать чуда безумия. Однако последующие события начали убеждать его, что не все так просто, что на самом деле он не знает, кто он есть. Затем я увидела, что ко мне приближается змея. Она подобралась ближе и начала меня обвивать, сдавливая своими кольцами мое туловище. Эти кольца дотянулись до уровня сердца. Борясь с ней, я осознавала, что имею позу распятия. В агонии борьбы я так сильно взмок, что со всех сторон с меня градом полилась вода. Затем Соломея поднялась, и теперь она могла видеть. Пока меня сдавливала змея, я почувствовала, что мое лицо приняло облик животного, на которого принято охотиться, льва или тигра. Но человек с головой льва, иногда крылатый, который закован обвившийся вокруг него с ног по плечи большой змеей, обвит мудростью, это один из древнейших иранских верховных богов, бог Митра. Так что во сне Йонг оказался как бы в процессе древней Митраической мистерии, благодаря которой посвящаемый раскрывал себя глубиносакральное начало, открывал себе бога. В ходе такой мистерии человек приобщается к энергиям вечности в себе, касается космического в себе пульса. Позднее, в 1935 году, Йонг так комментировал этот эпизод своих снов и видений. В культе Митры есть особый бог, это бог ключа Йонг, присутствие которого никак не удавалось объяснить. Мне, однако, сейчас оно кажется вполне понятным. Оно представляет собой существо с наделенным крыльями человеческим телом и головой льва. Вокруг него, поднимаясь вверх, обвивается змея. Это само длящееся бесконечное время. Он выше из богов металлической иерархии, создающий и разрушающий все на свете. Это солнечный бог. Лев зодиакальный знак, в котором солнце находится летом, тогда как змея символизирует зиму и сезон дождей. Поэтому Айон, этот левеноголовый бог со змеей вокруг тела, выражает также единство противоположностей света и тьмы, мужского и женского, созидания и разрушения. Он предстает перед нами со скрещенными руками, держав каждый из них по ключу. Это духовный отец святого Петра, который тоже изображается держащим ключи. Ключи Айона – это ключи от прошлого и будущего. Путь настоящего человека по Йонгу – это трансформационный переход от эго-личности, сформированной обществом и оторванной от своей основы глубинного мифа, к своей природно-космической индивидуальности, то есть к подлинной индивидуации, внутри которой человек впервые по-настоящему самодостаточен. На этом пути, углубляясь в свою природно-космическую индивидуальность, он встречается с чередой мифов, в которых реально жил в далеком прошлом, либо генами и судьбой своих предков, либо в реинкарнационных ритмах, в ритмах большой судьбы. Он оживляет в себе эту глубинную память, память бессознательного. Он расширяет, углубляет себя, создаёт свой реальный космический объём, вырываясь из сухих иррациональных тисков социумной философии, ровно ничего по-настоящему не объясняющей. На пути этого самораскрытия человек проходит в реальной жизни своего сознания кругами инициационных мистерий, в которых когда-то душа его участвовала. В ходе этих сакральных посвящений посвящений сакральные, то есть в подлинную реальность, он претерпевает ритуалы самообожения, а точнее сказать, осознание в себе Бога, осознание божественного в себе стержня, особой линии сакральной изначальной мелодии, которую мы иногда слышим у Моцарта или Баха. Без этого индивидуальность не может созреть. Не ощутив в себе иномерной реальности человек вновь и вновь будет сносим к берегам своей социумной личности, цепляющейся за поверхностную накипь мыслей и чувств. Посредством Соломии и других образов, символизирующих слепое эротическое начало, стихи женственной витальности, бессознательности, Йонг постепенно решился обнаружить в себе аниму, женскую душу. Он начал догадываться, что каждый мужчина носит в себе в глубинах своего бессознательного вечную женщину, ее идеальный образец, равно как каждая женщина носит в себе архетип анимуса мужской души. И он начал отслеживать и исследовать ее в себе. Однажды ему явился и самый главный персонаж его видений, сакральное существо из-за языческой реальности прошлого, назвавшее себя Филимоном. В нем было что-то эллинское и что-то древнеегипетское, и что-то с гностической мистикой связанное. Внешне он выглядел крылатым старцем с рогами быка, топорившим в воздухе или в небе, то идущим по земле или по волнам. Цветом и фактурой крылья его напоминали крылья бездемородка. К этому времени юнг, живший уединенно в своем доме на берегу озера, был переполнен пришедшими к нему из глубин его индивидуальности персонажами, образами, символами, и не будучи в состоянии расшифровать их и увязать встроенное целое, чувствовал страшную тревогу. Ему нужен был мудрый наставник, учитель, гуру. И таким гуру стал для него внезапно Филимон, вначале явившийся в снах, а затем сопровождавший юнга и в его бодрствующем состоянии. Филимон и другие образы моих фантазий принесли с собой осознание того, что возникающие в моей психике, они созданы не мною, но являются сами по себе и живут своей собственной жизнью. Филимон представлял некую силу, которой не была я, я вел с него воображаемые беседы, и он говорил вещи, которые мне бы не пришли в голову. Я отдавал себе отчет в том, что это говорит он, а не я. Он объяснил мне то, что я не должен относиться к своим мыслям, так как будто я сам порождаю их. Мысли, говорил он, живут собственной жизнью, подобно животному в лесу, птицам в небе или людям в какой-нибудь комнате. Когда ты видишь таких людей, ты же не станешь говорить, что ты создал их или что ты отвечаешь за их поступки. Именно он научил меня относиться к своей психике объективно, как к некой реальности. Благодаря беседам с Филимоном для меня стало очевидным различие между мной и объектом моей мысли. А поскольку он и был таким объектом, и он возражал мне, я понял, что есть во мне некто, нечто, изъясняющее вещи для меня неожиданное, вещи, с которыми я могу не соглашаться. Психологически Филимон представлял для меня некий высший разум. Он был для меня фигурой таинственной. Временами он был совершенно реален, я прогуливался с ним по саду, и он был чем-то вроде того, что в Индии называют гуру. После череды сомнений Йонг признал Филимона своим гуру, без которого он не мог распутать глубок образов своего второго номера. Параллельно с этим он вел в практику почти непрекращающийся диалог со своей внутренней женщиной анимой своих глубин. И наконец, в 1916 году произошла первая кристаллизация, первый прорыв, первая ясность. Толчком послужили события мистические. Солнечным летним воскресным днем часов в пять в двери дома Йонга очень настойчиво и резво зазвонил дверной звонок. Служанки и Йонг подошли к двери, но за нею никого не было, хотя колокольчик покачивался. А затем весь дом наполнился призраками. Они шли чуть ли не толпами, так что дышать, казалось, уже скоро будет нечем. На вопросы Йонга, что они здесь делают, призраки отвечали одно и тоже. Мы возвратились из Иерусалима, где не нашли того, что искали. И вот они явились к Йонгу, чтобы он помог им найти искомое. Происшествие это стало спусковым механизмом. Йонг сел за стол и за три вечера написал маленькую книгу, ставшую знаменитой «Семь наставлений мертвым». Написал он ее от лица философа-гностика Василида из Александрии, города, где восток соприкасается с западом. Но когда настала ночь, мертвецы вновь привлезли с жалобным видом и сказали «Есть еще одна вещь, о которой мы забыли упомянуть. Наставь нас о человеке». В ходе этого наставления Йонг объясняет мертвецам, что их путешествие в Иерусалим было напрасным, потому что спасение нужно искать внутри себя. Человек это врата, сквозь которые из внешнего мира богов, демонов и душ вы проникаете во внутренний мир. Исследование своего бессознательного Йонг продолжал на протяжении сорока пяти оставшихся ему лет, освобождая себя от власти яга, обретая глубинное я. Закрепляющим победой его сознания на этом пути стало событие средневекового смысла и значения – строительство башни. Все чаще он стал чувствовать потребность воплотить свои новые ощущения самого себя в новом образе жизни. Новое сознание нуждалось в новых телесно-созерцательных себя касаниях. Вначале это было желание построить своими руками самое простое элементарное жилище, которое бы отвечало первобытному человеческому ощущению. Йонг купил в 1922 году участок земли в местечке Болинген на берегу Тюрихского озера, который всегда любил. Однако, взявшись за мастерок, он понял, что строить надо более основательно и выстроил двухэтажную круглую башню-дом. В последующие годы он делал новые пристройки. В итоге получилось нечто вроде небольшого средневекового замка, стены которого он расписал символами и картинами и жизни своего бессознательного. Например, на фреске во всю стену спальни он изобразил Филимона с белой бородой и крыльями. В других комнатах башни сцены священных мистерий, пережитых внутренним Я-Юнг. Была в башне одна комната, в которую мог зайти только один Юнг. Эта комната личное сакральное пространство, святилище, место медитаций. Ключ от этой комнаты Юнг всегда носил с собой. Да и в целом пространство усадьбы осваивалось им как сакрально-храмовое, мистериально значимое. Здесь он общался с морем, камнем и землей. Здесь он общался со стихиями и с духами. Здесь слушал музыку бытийности. Однажды вечером, я все еще отчетливо помню это, я сидел у огня и грел воду в большом чайнике, чтобы вымыть посуду. Вода начала кипеть и чайник запел. Он звучал как многоголосый хор, как какой-нибудь струный инструмент или как целый оркестр. Это было настоящее истереофоническое звучание, которого на самом деле я не выношу, но здесь оно показалось мне совершенно удивительным. Это было так, как будто один оркестр находился в башне, а другой снаружи. Сначала вступал один, потом другой, словно они отвечали друг другу. Зачарованное я сидел и слушал. Больше часа я слушал этот концерт, эту волшебную мелодию природы. Это была тихая музыка, но со всеми естественными диссонансами. И это было верно, потому что в природе не только гармония, она противоречива и хаотична. Так было и в музыке. Звуки текли то как волны, как ветер. И это было так удивительно, что писать невозможно. Решиться на столь архаичную жизнь было, видимо, столь же нелегко, как когда-то начать строить игрушечные города из камней, песка и глины. Однако это уже была та игра, что становится через бытием. С самого начала башня была для меня местом зрелости материнским лоном, где я мог стать тем, чем я был, есть и буду. Башня давала мне такое ощущение, словно я переродился в камне. Она явилась воплощением моих предчувствий, моей индивидуации, своего рода памятником прочнее меди. Она очень помогала мне, она как бы утверждала меня в самом себе. Я строил дом по частям, следуя всегда лишь нужным моментам, и не задумываясь о внутренней взаимосвязи того, что строится. Можно сказать, что я строил как бы во сне. Лишь после, увидев то, что получилось, я обнаружил некий образ полный смысла, символ душевной ценности. В Болингене я живу самым естественным для себя образом. Я здесь словно старый сын своей матери. Так называли это алхимики. Это та самая старость, которую я уже испытал, будучи ребенком. Это мой номер второй, который всегда был и будет. Он находится вне времени, и он сын бессознательного. Старец Филимон из моих фантазий обрел себя в Болингене. Иногда мне кажется, будто я вбираю в себя пространство и окружающие меня вещи. Я живу в каждом дереве, в плеске волн, в облаках, в животных, которые приходят и уходят, в каждом существе. Нет ничего в башне, чтобы не менялось в течение десятилетий, и с чем бы я не чувствовал связи. Я отказался от электричества, я топлю пищу плиту. По вечерам я зажигаю старинные лампы. У меня нет водопровода, я качаю воду из колодца. Я рублю дрова и готовлю еду. Эти простые вещи несут в себе ту простоту, которая так трудно дается человеку. В Болингене меня окружает тишина. Я живу в хрупкой гармонии с природой. Мысленно я уношусь далеко назад, вглубь веков, или наоборот, в столь же отдаленное будущее. Здесь я уже более не испытываю мук созидания. Творческий процесс стал походить на игру. На примыкающем к башне дворике Юнг подставил три маленьких плиты, на которых высек имена своих предков по отцовской линии. Вырезая имена на каменных плитах, я осознавал, что существует роковая связь между мной и моими предками. Я убежден, что завишу от них, от того, что они недорешили, от вопросов, на которые они не ответили. Мне часто казалось, что существует некая безличная карма, которая переходит от родителей к детям. Я всегда считал, что должен ответить на вопросы, которые были поставлены судьбой еще перед моими прадедами, что я должен по крайней мере продолжить то, что ими было не исполнено. Чем менее мы понимаем, чем жили наши отцы и прадеды, тем менее мы понимаем сами себя. И он говорил, что человек какого-нибудь шестнадцатого века чувствовал бы себя в его башне вполне естественно и уместно. И эта связь ему была очень важна. В моей башне в Болингене я чувствую, будто живу одновременно во множестве столетий. Солнце в полночь Лучше доказательство бытия Божьего цветущий лук Яков Бемер После того, как мы немного приобщились к поискам Юнга, нам проще будет попытаться понять события Бемер быть может величайшего интуитивиста, жившего тремя веками раньше 1575 по 1624 год. Яков Бемер тоже обретал мудрость, обретая в себе анклавы бессознательного. Однако, в отличие от Юнга, он не столько их методично и упорно открывал, сколько этот анклав внезапно открылся сам, словно лопались обручи на бочке с таинственным напитком или дном летало. Дно, удерживавшее плотная стена рационального сознания, и оно проваливалось и уходило в землю. И тогда сквозь пустые стенки сознания начинало струиться вневременное. Кажется, как просто. Но случается такое столь редко, что мы сразу понимаем, как уже тонкие должны были стать стенки сознания у этого молодого человека. Столь тонкие, что он уже давно чувствовал странное шеверение с той стороны, не смеющую себе поверить. Ведь грань между клиническим безумием и чувствованием невременного столь шатко. И так взрыв просветления случился с Беми, когда ему, бедному сапожнику, было 25 лет. И в самом деле похоже это было на средневековую японскую историю просветления некой Хиона, изучавшей дзен у мастера Букко. Долго-долго ничего у нее не получалось, медитации не давали результата. Покуда однажды лунной ночью, когда она нанесла воду в старом ведре перевязанном бамбуком, бамбук не лопнул и днище не вывалилось. Вот здесь, а в это мгновение Хиона, и что называется, пробудилась. Солнце хлынуло в ее сознание. Так она это почувствовала. На память о чем сочинилось стихотворение. Как только не пыталась я спасти старое мое ведерко, чьей бамбук и обод обветшал, грозя в любое мгновение лопнуть. И вдруг дна не стало. Нету воды в ведре, нету луны в воде. Иллюзорность реальности вдруг предстала ей. Этот образ выбитого дна, конечно, не случайен. То образ бездны, безоснованности, один из ключевых у Бьеми. Бездна у него божественная добытийность, чистая потенциальность, в которой существует лишь свобода и воля божества, властвующего в ничто и алчащего чего-то. Сквозь выбитое дно является бездна, ничто. Так сквозь ночь вдруг ослепляет солнце. Просветление Бьеми случилось при еще более простых обстоятельствах, чем у этой китаянки. Его пронзило сияние дна цинкового таза. Всего лишь цинковый таз однажды вдруг просиял в лицо изумленному сапожнику. Однако он брызнул невременным светом. В это мгновение Бьеми пробудился ото сна, которого прежде не замечал. Не замечал, как незамечаем своего сна мы все, большинство. Сквозь это сияние он увидел сияние духовного солнца в себе. Это он сам так позднее пытался объяснить происшествие друзьям. Да, это был простой сапожник, едва умевший читать, ни в чем не искушенный, однако чуявший края вещей. В январе 1621 года Бьеми, отвечая на вопрос одного из своих читателей Каспара Линднера, что же с ним произошло в 1600 году, писал «Я никогда не помышлял о том, чтобы что-нибудь узнать о божественной тайне. Еще менее я понимал, как это можно искать или найти. Так что и не знал ничего об этом, как ничего не знают об этом и любители измерянов в своем неведении. Я искал лишь сердце Иисуса Христа с тем, чтобы укрыться в нем от нападок дьявола и настойчиво просил Бога о его Святом Духе и милости. В моем усердном поиске я претерпевал жестокие нападения, но скорее готов был расстаться с жизнью, чем отказаться от него. И были мне раскрыты врата, так что я в течение часа увидел и узнал больше, чем если бы провел многие годы в высшей школе. Я был поражен и недоумевал, что со мной произошло, но в сердце своем хвалил Бога. Ибо я увидел и узнал сущность всех существ, основание всякой бездны, то есть рождение Святой Троицы, происхождение и изначальное состояние мира. Как видим, не просто случайное яблоко упало на голову Беме. Он упорно прорывался к сердцу Иисуса, то есть опасался, что мир дьявола в виде обывательско-прозаического стиля жизни затянет его с головой. Молодой сапожник много времени проводил в молитвенных медитациях и, как сам писал, скорее был готов расстаться с жизнью, чем отказаться от поиска встречи с сердцем Христа. Именно здесь был центр напряжения. И однажды что-то случилось. Что именно? Дух прошел насквозь, как молния. И это было так, как будто в основании вечности прошел прорывной ливень. И что он накрыл, то накрыл. Так было и со мной. Ливень, прорыв. Я хорошо знаю, что такое меланхолия. Меланхолия есть память о грехопадении, об отверженности, о распаде цельного человека на две половины. Я знаю в равной мере, что приходит от Бога. Я знаю и то, и другое. Знание это покупается ценой не одной меланхолии, но равной рыцарского барения. Оно не дается никому без барения, даже если он избран Богом. До времени познания мне было тяжко. Я пребывал в упорном противостоянии, пока не добился своего благородного малого венца. Тогда лишь я понял, что Бог не живет во внешнем плоском сердце, но в центре души. Тогда я понял это впервые. Так бывало и с великими святыми, что они много времени должны должны бороться ради благородного малого венца. События своего просветления Беми сравнивает с новым рождением и воскресением из мертвых. Прорыв 1600 года не был единственным. Можно было сказать, что это была первая ступень. Ты не должен думать, что я восходил на небо и описанное в утренней заре первом произведении Беми видел своими плоскими глазами. О нет! Послушай меня, полумертвый ангел, я такой же, как и ты, я не более светел, чем ты. К тому же, грешный и смертный человек, я должен каждую минуту биться с дьяволом законами суббовой материальности. Однако, когда он побежден, небесные врата моего духа отверзаются. Тогда дух видит божественные небесные существа. Не в теле, а в колодцах сердца сверкает молния, освещающая чувственность мозга, в котором созерцает дух. Как видимо, все это непросто. Что стоит за просветлением? Создание центра природы. Радостно сияющее дно цинкового тазика вдруг облило сознание Беме потоком света. Он увидел солнце в полночь. Мы знаем, что солнце светит и в полночь, однако не видим его. Знать и видеть разные вещи. В этом свете мой долг тотчас стал проницать все. И во всех тварях, а также в травах и растениях я опознал Бога, каков он и кто он и в чем воля его. В этом свете возросло и окрепло мое желание описать сущность Бога. Однако еще целые тринадцать лет до своего тридцатисемилетия созревала душа Беме, погруженная в свои мистические созерцания. Трудно было решиться и подступиться к труду писания своей Библии сыну крестьянина, закончившему лишь деревенскую школу, имевшему четверо детей, пекущемуся о доме и заработке, преодолевающему изо дня в день свою природную физическую немощь и многочисленные недуги. Беме всего лишь запожник, в то время как кругом немало священников и зело начитанных всезнаек и ученых и алхимиков и теологов. И все же однажды наступает чувство переполненности истины, которая жаждет пролиться сквозь сосуд, в котором она настоялась. И запало мне в сердце написать об этом в памятном послании, хотя тяжело принудить писать своего внешнего человека. Я должен был обращаться с великой тайной, как ребенок, ходящий в школу. Внутри я видел это лежащим в большой глубине и поглядел словно насквозь в хаос, но описание увиденного было для меня непосильным. Это жило во мне двенадцать лет, как в растении, и открывалось время от времени. Я носил это, как жена носит во чреве плод. Я вынес это наружу, и это разразилось, как ливень, который накрывает того, кого он накрывает. Вот как это было со мной. Я записал то, что возможно было вынести наружу. Самым глубоким умам дается нечто такое, что им самим еще приходится потом с великим трудом постекать. В открывшемся духовном зрении сверкающий цинковый таз предстал Беме в его явленности и в сокрытости бездонности одновременно, в уходящести в бездну довременного. Он увидел в тазике, как тогда говорили, сигнатуру, Божий след, уходящий в ничто. В каждой вещи ему с тех пор открывалась троичность из вечной воли Бога. Открылись божественный гнев, любовь и облик, скрытость Бога и вещи и его явленность. Посредством своих прорывов визий. Беме увидел тайну тайн, ведомую, например, древним индийцам. Изначальный Бог пребывает вне явленного нам, в какой бы то ни было форме универсума. Бог Отец Отец есть тайна вне каких-либо попыток его постижения. Вне природы Бог есть мистерия, постигаемое ничто, ибо вне природы существует ничто около вечности. Бездонное Око стоящее или видящее в ничто, ибо оно есть бездна, и это Око есть воля, понимаемое как томление, под кровению найти ничто. После того, как рукопись его главной книги «Утренней зари» без его ведома копирует и пускает по рукам читателей, и она попадает на глаза старшему пастору Герлица, городка, где проживал в Беме с семьей, Грегору Рихтеру, начинается эпоха преследования еретического сапожника. Его клеймят церковных омвонов, даже подвергают аресту и содержат под стражей, недолго, а оригинал рукописи конфисковывает, так что многие годы Беме полагал свою книгу утраченной. Пытаясь оправдаться, Беме записал в защитной речи против Грегора Рихтера. «Я верую в вечного Бога, сущего, вечного, безначального, единственно доброго, который живет вне всякой природы и твари, сам в себе, не нуждаясь в каком-либо месте, или пространстве. К нему неприменимы параметры тварного бытия. Здесь неуместно никакого рода измерения или исчисления. Сверх того, я верую и признаю, что Бог сделал все вещи посредством своего слова. Если бы не было событий просветления, если бы отдельным людям, избранникам небес, не являлись время от времени за их неведомые миру заслуги, откровения, то есть не открывалось бы в качестве дара узкое конца в истину. Мы, обыкновенные люди, чувствовали бы себя брошенными, оставленными вне каких-либо ориентиров, вне всякой зацепки за что-то, что помогло бы обнаружить исходное бытие, его истоки. Оставленное наедине с рацио, с интеллектом, мы бы окончательно и бесповоротно превратились в биологические машины, ибо посредством рассудка мы можем постигать лишь рассудочный мир, составляющий крошечную, ничтожную его частность. Так, если бы высшая благодать не сделала возможным внезапное видение едва знающего грамоту и все же внимательнейше прочитавшего изучившего Библию и некоторые другие основополагающие тексты Герлицкого сапожника, мы бы не имели столь прямого доступа к тайному созерцанию сущности Бога, выраженном языком, образно-предметным, раскованно-поэтическим. Весь этот мир большое чудо, невозможно было ангелам познать его. Потому и подвигалась природа Отца к сотворению существа, благодаря которому смысл великого чуда открылся. Беми имеет в виду человек. Неискушенный в писательском ремесле Беми стал тем человеком, интуициями которого затем питалась знаменитая германская мысль Байлер, Шеллинг, Гегель. Гегель с его идеей универсума и человеческой истории как саморазворачивание абсолютного духа. Едва ли не всецелые сходят из волхвования герлицкого духовного странника. Многоэтапное просветление открыло Якубу Беми целостное, словно бы одномоментное видение универсума, как громадное мистерие. Этот внешний мир дым и пар, происходящие от духовного огня и духовной воды, ибо они выдохнуты священным и мрачным мирами. Поэтому в нем есть и зло, и добро, любовь и гнев, и пред духовным миром он только дым и туман, и со всеми своими качествами он вернется к родильнице в формах силы, как это можно видеть по звездам, стихиям и тварям, по растущим деревьям и травам. И он своим рождением утверждает новый принцип, ибо время родильницы это модель вечного рождения, и время стоит в вечности. Это различие между рассудочным знанием и знанием интуитивным Беми однажды выразил так, хотя рассудок и кричит «Писание буквы сюда», все же внешней буквы недостаточно для познания, хотя она и является наставницей оснований. Нужна еще живая буква, самостоятельно высказанная Слово Бога и Его сущность, которые сами раскрываются и могут быть прочтены в наставнице Слова, высказанного в человеке, когда читателем носителем откровения становится сам Святой Дух. Во всем, что мы видим и воспринимаем в себе и вокруг себя, оставлены Божьи следы, которые Беми называет сигнатурами. То знаки пути и инструменты, оставленные нам. Эти сигнатуры еще не Божье Слово или Слово Духа, но лишь сосуды Духа, в которых Он обитает, потому что сигнатуры обозначает сущность и представляет собой, как бы людню, которая остается в тиши, и тогда она нема и непонятна. Но как только на ней заиграют, становится понятен смысл, и это звучание зависит от формы инструмента, от его настройки и тембра. Подобно этому и знаковые очертания природы в своем содержании немые сущности. Они как бы подготовлены к исполнению инструмента, на котором будет играть воля Дух. По каким струнам он ударит, как они зазвучат? В человеческом сердце находится сигнатура, весьма искусно сообразованная сущности всех вещей. Следует пробудить в себе дар целостного познавания, научившись озвучивать Божий свет в своем сердце. Тогда тебе будет дано созерцать центр природы. С одной стороны воля Бога записана в нашем сердце, так что всякое мудрование и искание воли Божьей без обращения сердца пустая вещь. С другой стороны, всякая вещь имеет род для откровения. Нам же требуется слух. Однако все это, сохранилось ныне в человеке лишь потенции. Это там, в истоках времени, человек был богоподобен, обладая духовной, а не скотской телесностью. Таким был первый человек, райский человек, чистый и целомудренный человек. В такой серии он был господином над звездами и стихиями, его боялись все твари, и был он неуязвим. Он располагал силой и качествами у всех тварей, ибо его сила была силой мудрости. В нем обнаруживались все три принципа, по подобию Бога он был. Источником рака равно и света, в равной мере источником этого мира. И все же он не должен был качествовать во всех трех принципах, но только в одном райском, в котором раскрылась его жизнь. Первый человек был пробужденным. Этот пробужденный человек был андрогеном, юношей и девой в одном лице. Адам был мужчиной, сообщает Беме, равно как и женщиной. Но и ни тем, и ни другим, а девою исполненную целомудрия, чистоты и непорочности, как образ Божий. Он имел в себе и тинктуру огня, и тинктуру света, в сриянии которых покоилась любовь к себе, как некий девственный центр, как прекрасный райский розарий, сад усла, в котором он сам себя любил. Чему и мы уподобимся по воскресению мертвых, ибо по слову Христа там не женятся и не выходят замуж, а живут подобно ангелам Божиим. Собравшись умирать, уже причастившийся Беме позвал своего сына Тобиаса и спросил его, слышит ли он прекрасную музыку идущую слугов. Тобиас ничего не слышал. Беме попросил открыть окно Шири, чтобы музыка была слышна лучше, после чего он, попрощавшись с семьей, со словами «Я отправляюсь в рай». отошел. На могильном кресте его друзья начертали старинный стих розенкрейцеров «Из Бога рожденные во Христе умерший, святым духом запечатленный». И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалов, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. «Музыка» «Музыка» Субтитры создавал DimaTorzok